С большой радостью встречаюсь с вами с новым посланием, которое я назвал «Научиться ждать». Ждать — это непросто. Вы наверняка все услышали мелодию по телефону и записи словами «Все наши линии заняты». Вам ответит первый освободившийся оператор. Благодарим вас за терпение. И, как всегда, время ожидания слишком долгое. Нам тяжело ждать и тяжело проявить терпение. Наше терпение часто сталкивается со спешкой и стрессом, и оно подвергается жестким испытаниям. Мы живем в то время, когда информация распространяется со скоростью света. Мы перешли от 3G до 4G, и скоро уже будет 5G. Тем не менее, мы все еще не терпели, потому что дела идут недостаточно быстро. Однако мы должны научиться ждать. Воспитывая ребенка, мы понимаем, что важно говорить ему «Нет, ты не можешь. Все сразу получить. Ты должен подождать». Нам на протяжении всей жизни нужно учиться терпению. Это сложно, и когда мы полны нетерпения, мы нервничаем, раздражаемся. Порой становимся даже агрессивными, потому что все идет не так, как мы хотим. Бог желает помочь нам научиться быть терпеливыми. Терпение — это как раз плод Святого Духа. Дух Святой дает нам то, что нам не хватает. Но мы должны просить его об этом и проходить определенный путь обучения. Это происходит не сразу, щелчком пальцев. Мы бы хотели получить все дары и плоды мгновенно через возложение рук. Мы бы хотели тут же получить ответ на молитву, но Бог сперва проводит нас через путь обучения. Способность ждать — это терпение. Это умение овладеть собой, когда нужно. И, конечно же, принять, что мы не можем всем управлять. Мы не можем контролировать ни условия, ни время. Поэтому важно научиться ждать. Время не в наших руках, но оно в руках Бога. Когда мы молимся и просим чего-то у Господа, Он может нам ответить «да» и дать то, о чем мы просим. Он может ответить «нет», так как это Его право. Он также может ответить «подожди». Было много молитв, на которые я получил ответы, но сразу не осознал этого. Я понял только позже, что Бог ответил. Дело в том, что эти просьбы оказались не настолько важными, но, тем не менее, Бог ответил на них. Однажды я оказался в сложной ситуации. Сложность заключалась в том, что необходимо было ждать. Время шло, и испытание становилось невыносимым. Я испытывал страдания. Меня это сбивало с толку. Я думал, почему же Бог не действует? Моляясь за эту ситуацию, я получил следующее слово. «Вольтер, прояви терпение». Бог сказал мне проявить терпение. Итак, я выжидал. Я продолжал терпеть эту неприятную ситуацию. Потом наступил день Д, тот самый Божий день, Божье время, так как все времена и сроки в руках Бога. В этот день ситуация разрешилась сама собой, без осложнений, без конфликтов и без напряжения. Бог говорил мне проявить терпение. Но Он же говорил об этом научиться. Ждать сложно, но полезно. Друзья, суть моего послания в том, что нужно отдавать все в Божьи руки. Видите ли, наша проблема в следующем. Мы отдаем нашей ситуации в Божьи руки, мы оставляем все у Его ног, доверяем Ему наши нужды. Отдавая Ему наши нужды, мы говорим, «Господь, Ты должен позаботиться об этом». Но реальность такова, что как только мы завершаем молитву и возвращаемся к нашим делам, мы тут же все опять берем в свои руки. У нас есть плохая привычка вновь все брать в свои руки, потому что нам хочется движения. У нас нет терпения, и мы до конца не доверяем, что Бог силен разобраться. Мы сами хотим всем управлять, и вот в чем проблема. Терпеть — это означает позволить Богу действовать. Его действия намного лучше, чем наши. Нам не нужно вмешиваться в Его дела. Давайте позволим Богу действовать. Во время брака в Кане Галлийской даже Мать Иисуса сказала Ему, «Вино закончилось. Сделай что-нибудь». Иисус ответил, «Еще не пришел час Мой». Есть Божье время, которое нужно понять, принять и в конце концов открыть для Себя. Божье время — это именно Его время. Бог приготовил для нас самое лучшее. Любящим Богом все содействует Каблану. Будем ожидать Божьего времени. Наша молитва должна быть по воле Божьей, иначе получим ответ «нет». Когда мы молимся по Его воле, тогда Его обетование — «да» и «ами». И Он исполнит их в свое время. Иногда, когда мы молимся за то, что не является Его волей, Бог нам все равно позволяет действовать. Возможно, мы получим то, что так страстно желаем, но мы также будем отвечать за плачевные последствия. Нужно молиться по Его воле и подчиниться Его воле. Мы должны принять Его волю как благую, угодную и совершенную. Она совершенная для каждой ситуации в нашей жизни. Так будем искать воли Божьей. Она — «да», и «ами». И она исполнится в свое время. Мы просто должны Ему доверять. «Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа». Плачу Иеремии. Эта книга написана самим Иеремией, в которой всего несколько глав. Он не говорит о том, что легко ожидать спасения от Господа, но о том, что это благо. Итак, нам важно и полезно проходить обучение, чтобы научиться терпению, а еще и ожиданию. Что я могу делать во время ожидания, когда я нахожусь в ожидании? Моя вера говорит мне, начни благодарить и прославлять Бога, провозглашай Его обетование, доверяй Ему, отдай Ему всю славу. Находясь в ожидании, не жалуйся, не сомневайся, не сдавайся, а начни хвалить Бога. Это и есть провозглашение твоей веры в то, что Бог держит все в своих руках и действует на благо тебе. И я бы хотел завершить эту программу двумя отрывками из Библии. Это особенные места Писания. Итак, первый отрывок в послании к римлянам. Речь идет об Аврааме. Уж кому-кому, Аврааму. Действительно, нужно было ждать появления сына Исаака. Он ждал около 25 лет. В послании к римлянам 4 главе, 18-19 стихах, написано о нем. Он сверх надежды, поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов по сказанному. «Так многочисленно будет семя Твое». И не изнемогший в вере, он не помышлял, что целое его почти столетнего уже мертвело. Ну и так далее. 20-й стих. «Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу». Вот о чем я говорю. Он воздавал славу Богу. Он хвалил его за его обетование. Он еще не видел исполнения обетования, но он знал, что Бог не обманывает, что он верен. Бог не может подводить нас. Дальше написано, «И будучи вполне уверен, что он силен и исполнит обещанное». В других переводах написано, что у него есть сила и власть исполнит обещанное. Поэтому Аврааму вера вменилась в праведность. Я подхожу к концу этого короткого послания об ожидании и терпении. Оно так необходимо нам, чтобы нам сохранить доверие и мир в сердце. Я бы хотел напомнить вам еще одну просьбу, которая звучит в Библии. Бог просит нас ожидать его возвращения. Мы должны терпеливо ожидать возвращения Иисуса. Нам даны образы жениха, которого ждет невеста, хозяин, который возвращается неожиданно и которого нужно ожидать. также написано о том, что возвращение Сына будет неожиданным, внезапным, так как мы не знаем ни дня, ни часа. Вот второй отрывок, которым я хотел бы поделиться. Послание к евреям, 10 глава, начиная с 36 стиха. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Его еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не исколеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Пусть Бог благословит вас обильно. Я желаю, чтобы вы терпели и получали обещания. До скорой встречи. До встречи.